Приветствую всех искреннолюбящих Господа Иисуса Христа. Сегодня у нас очень интересная тема из Писания. Сегодня хочу с вами поделиться об ангелах. Об ангелах Божьих, которых, согласно Писанию, Бог создал для того, чтобы они служили тем, которым нас следует принимать спасение. Итак, давайте посмотрим, почему Библия иногда очень требователен к ангелам. Что хочет Бог от ангелов? Какую роль ангелы имеют в нашей жизни? Тему мы будем называть «Нагота ангелов». В книге пророка Исаия, в шестой главе, мы замечаем следующую картину. Там были ангелы Серафимы. Они имели шесть крыльев. «Двумя крыльями они закрывали лица свои, двумя крыльями они закрывали ноги свои, двумя крыльями летали и возглаглав говорили «Свят, свят, свят». Господь Бог Вседержитель, вся земля полна славы Его. Итак, в чем заключается роль ангелов? Мы встречаем ангелов в разных местах. Мы замечаем, что ангел приходит для зашиты. Написано, что ангел Господень свою армию окружает армией своей, тех, которые боятся Господа. Мы замечаем, что ангелы приходили, приносили весть и говорили, что должен делать человек. Например, написано, что ангел Господень пришел к Корнилии и сказал Корнилию, чтобы он послал человека в Иопию. Оттуда призвал человека по имени Петр, Симон Петр, который должен был говорить им слово, через чего они должны были быть спасены. Ангел пришел к Марии, Деве Марии, мы замечаем это. Ангел пришел к матери и отцу Самсона. Ангел пришел к Идеону. Ангел пришел к Данилу и спас его из пасти львов. Итак, в разных местах мы замечаем, что эти ангелы служили. Но почему же Бог запрещал открывать свою наготу? Это же не человеки, это же не люди. Если мы замечаем, что своим спешенникам Бог дал закон, чтобы они строили жертвенник так, дабы там не было ступней, дабы через ступени, когда они поднимаются, чтобы не было открыта нагота священника. Бог запрещал священнику иметь наготу перед Богом. Сегодня, конечно, мы хотим не так подразумевать и не так понимать этот момент, поэтому даже наши жены, наши дочери, наши сестры, они позволяют себя открыться перед Богом. Они позволяют, но насколько Писание согласен с этим, что даже ангелов Бог запрещал открыть свою наготу перед Богом? Давайте посмотрим аллегорию этого явления и почему Бог вот так поступал. В книге Иова, в 4 главе, в 18 стихе говорится так, что Бог и в ангелах своих усматривает недостатки. Почему? Что должен был делать ангел, что он не делал? Мы замечаем, что Бог дал ангелам свободную волю. Они могли делать, что хотят. Яркое свидетельство этого – это 14 глава книги Исайя Пророка, где написано про ангела, который хотел выше звезд Божьих поставить свой престол, который хотел быть подобен Всевышнему. Подобие, конечно, Бог дал человеку, человекам. И тут-то вот этот ангел хотел иметь это подобие. И все-таки давайте еще раз посмотрим, в чем заключается то, что Бог усматривает недостаток в том, что Сам создал. Если Бог создал ангела в этом недостатке, то почему же обвинять ангела в этом? А если Бог создал совершенно другое, и вот это совершенно другое показывает себя абсолютно другим образом, это уже другое дело. Давайте вместе будем изучать этот момент. Одно место в Писании – это 18 глава книги «Бытие». Написано, что три ангела пришли к Аврааму. Авраам встретил их, как подобает Господу, поклонился, угостил. И вот два ангела пошли к Содому и Гаморе в сторону эту, а один из них встал и начал говорить с Авраамом. «Скрою ли я от Авраама, что я хочу делать?» И начал говорить, что он хочет размножить Авраама. Размножить. И потом он открыл, что вопль Содомский и Гаморский велик. Как? Откуда он знал? Вопль велик. Вопль поднимался из Содома и Гаморы. Вопль греха. Как доносился этот вопль до Господа Савауфа? Как? И Господь говорит Аврааму, пойду и узнаю, точно ли это так. Интересно, почему Бог так по-человечески разговаривает с Авраамом? Если Бог этого не знал точно, то Он не Бог. Но если Бог это точно знал, почему Он так говорит с Авраамом? Есть очень такая тонкая грань между этим понятием. Давайте рассмотрим. Ангелы, которых Бог поставил, чтобы они доносили все это до Него. Ангелы просто делали свое дело и делали четко, жестко. Но это было всего лишь то, что они должны были делать. Они делали то, что должны были делать, больше ничего. Бог в этих ангелах не замечал ничего такого, чтобы вот эти ангелы в чем-то переживали. Например, написано, что в небесах из-за одного праведника ангели пируют. Они радуются, что один грешник обратился к Богу. Радуются. Но вот эти ангелы, что они должны были делать, если доносили до Бога то, что случается там в Содоме и Гаморе, так почему же Господь, творец неба и земли, сам пришел, чтобы там пойти и убедиться? Но он понимал одно, что ангелы, которые должны были уничтожить Содом и Гаморру, которые должны были исполнить приказ Бога уничтожить Содом и Гаморру, они там могли уничтожить еще одного человека, за которого ходатайствовал его пророк Авраам. Авраам говорил Господу несколько раз. Он говорил, если там будут 50 праведников, если там будет 45, если там будет 40, если там будет 30, если там будет 20, если там будет 10, и Господь сказал, ради 10 не уничтожил. Но там не было 10 праведников, там был один праведник. Почему же Библия называет Лота праведником? Давайте рассмотрим. Если Лот поступал так, что он некрасиво поступал, его пастухи ссорились с пастухами Авраама, они видели, как свой господин, и их господин ведет себя не так. Авраам встал и сказал, мы родственники. Не должно такого быть между нами. Выбери, в какую сторону тебе идти, я пойду в обратную сторону. Если тебе налево, мне направо. Если тебе направо, мне налево. Лишь бы не было ссоры между нами. А вот, смотрим, что вот, Лот так поступал. Он не обуздывал своих пастухов. Это было очень неправильно с его стороны, потому что он имел дело с великим благодетелем его жизни. Авраам, как отец, не оставил его одного, а взял с собою. А тут Библия называет праведником Лота. Почему? Когда ангелы хотели вывезти его оттуда, когда он уже узнал, что это не простые ангелы, а это сам Бог пришел, он двоих назвал, единственным именем, он назвал их Господом, Господи, единственное число. И он сказал, Господи, позволь мне не бегать, убегать в гору, а вот в этот город. И он сказал, он же мал. Потом еще раз, он же мал. Этим образом он просто-напросто ходатайствовал перед Богом всемогущим, чтобы тот не уничтожил Сегор, как город маленький. Вот это ходатайство понравилось Богу. И из-за такого ходатайства, что у него думал дух ходатайства, и то, что он не оставил Бога на улице, как гостей, он призвал туда, и готов был жертвовать своих дочерей ради этих гостей, это качество праведника. Это человек, который готов жертвовать собою. Именно из-за этого Библия называет Лота праведником. И вот Бог пошел, чтобы спасти его. Оказывается, не было ни одного ангела, который мог бы просто-напросто углубиться в эти тонкости. Бог приказывал ангелам, они ходили и исполнили волю Божию. Бог говорил уничтожать, а не уничтожали. Как, например, что когда Бог уничтожал от Дана до Версавия 70 тысяч человек, Давид пришел и увидел ангела Божия, который с обнаженным мечом стоял и поднес свою руку на Иерусалим, чтобы ее уничтожить. И Давид сказал, «Что сделали эти овцы, Господи? Рука Твоя да будет на мне и на доме отца моего». Тогда Господь приказал остановиться ангелу. Ангел просто-напросто сухо исполнял приказ Божий. А тут-то пророки отличались от ангелов чем? А пророки отличались от ангелов тем, что у них был дух ходатайства. А Бог любит дух ходатайства, потому что Его дух есть дух ходатайства. Весь написано, что Дух Божий, Дух Святой ходатайствует воздыхаемыми неизреченными из-за святых. Вот почему Богу нравятся те люди, которые ходатайствуют. Ходатайство Еремии он принимал ходатайство Исаия, пророка. Он всех пророков принимал, потому что Бог приказывал им не молиться. Например, 7 глава 16 стих, 11 глава 14 стих, 14 глава 11 стих про Рождество Еремии трижды Бог говорит не молись за этот народ. А вот Еремия продолжал молиться за этот народ и ходатайствовать за них. Этот дух очень нравится Господу. А ангелы, ангелы просто сухо исполняли приказы. Они не делали ничего такого, чтобы Бог как бы поменял свой приказ, поменял свое слово. Может ли Бог менять свое слово? Конечно. Мы читаем 18 главе книги пророка Еремии. Там написано в 7, 8, 9, 10, что если я скажу о каком-нибудь народе, что они праведники и я их буду благословлять, но если они будут надеяться на свою праведность и будут грешить, то я не буду исполнять это слово. Я накажу их. А если о каком-нибудь народе я скажу, что я уничтожу их, искореню их, но они оповернутся и покаятся и будут исправедны. Я не исполню это слово, я буду благодетельствовать к ним. Вот каков Бог? Он чудесен. Есть очень много пророчеств, которые реально пророки пророчествуют, но они не исполняются. Некоторые люди думают, что эти пророки лже пророки. Почему? Потому что они сказали, а слово не исполнилось. Не исполнилось не потому, что не исполнилось это не от Бога. Не исполнилось потому, что этот же пророк ходатайствовал перед Богом, чтобы это не случилось. И Бог изменил это. Бог любит такое. Бог любит такой дух. Богу нравится это, а ангелы просто сухо исполняли это. И вот в День Апостолов дважды написано, что совет небесный, по совету небесному, по совету Божию, там был совет. И согласно решению этого совета Иисус Христос был предан, чтобы спасти многие души. Я спрашиваю тебя, если небесный совет проводил этот совет, во время этого совета, согласно пророку Исаия 6 главы, когда Бог говорит, кто пойдет за нас, а нет ни одного человека, который сказал бы, я, вот, я пойду, а только Сын Божий. Бог Сын, Он только сказал, вот я, я пойду, это право про Иисуса Христа. И Бог послал Своего Сына, Иисуса Христа, Он воплотился через Деву Марию, Он стал человеком и назвался Сыном человеческим. Ни один ангел, ни один архангел, ни один серфим, ни один хировим не мог бы этого делать и не сделал бы этого. Никто не согласился перед Богом, не ногота ангелов, это ногота, они не готовы были воплотиться ради человека. А вот Сатана до того, как стать Сатаной, он готов был воплотиться. Ради чего? А ради того, чтобы исполнить свои похоти, похоти через человека. И поэтому Иисус Христос, Сын Бога Живого, воплошенный Бог, у Евангелиста Иоанна, 8, главе, 44-м стихе говорит, вы хотите исполнить похоти отца вашего дьявола. Вы хотите исполнить похоти отца вашего дьявола. То есть он воплошается в людях ради того, чтобы исполнить свои похоти. Вот каков этот ангел. Вот почему Бог усматривал недостатки в ангелах. Ангелы могли бы этого делать, у них свободная воля, но они не захотели ради людей жертвовать. Это унижение, это уничижение пережить. Каков наш Творец, как он красив, как он прекрасен, что он пришел сам воплотиться, он пришел сам воплотиться ради меня и ради тебя, чтобы спасти меня и тебя. Как он прекрасен, когда он приходит, чтобы принимать это уничижение от рукит творения, чтобы поднять и показать, что я правильно сделал, что тебя человек создал по моему образу и подобию. И тут появляется Авраам. Он готов жертвовать Исааком. Тут появляется Исаак. Он готов приблизительно сто лет быть слепим, но не хулить с Бога. Тут появляется Иаков. Он готов жертвовать все до последнего, до последнего ребенка, жертвовать ради Господа и быть пророком верным ему. Тут появляется великий апостол Павел. Он отдает все своей жизни полностью отдача, чтобы через него был выражен Сын Божий Иисус Христос во плоти. Это чудесно. Люди, которые приходят и удивляют всех. Апостол Павел говорит нам последним посланникам Бог судил быть как бы переговоренным эксперти, ибо мы стали позорищем для мира, для ангелов и человеков. Для ангелов стали позорищем, потому что ангелы никогда не позволили бы себя быть в этом положении. В каком положении человек позволяет быть себя? Апостол Павел. Кто ты? Ты без позорища для мира сего? Ты есть позорище перед ангелами? Да. Если ты позорище перед ангелами, и для человеков, значит, ты величие перед Богом, для Бога, через Христа Иисуса. Да поможет Господь нам понимать это слово, да прославится Христос в каждом из нас, да понимаем мы наготу ангелов именно в их недостатке том, что они никогда не позволили бы себя воплотиться ради меня и ради тебя и принимать это уничижение смерти воскресения, а вот сам Бог это себе позволил. Да будем подобны Богу, как возлюбленные чады будем подобиться Творцу нашему, Отцу Небесному. Да прославится имя Христа в нас и через нас. Да поможет нам Господь быть верным Ему, тошно так, как Он верен нам. Мир Дому Твоему. Аминь.